МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжаются пресс-конференции руководителей республиканских министерств и ведомств, в ходе которых они отчитываются перед журналистами о проделанной с начала года работе, в целом анализируя ситуацию в той или иной отрасли. С представителями СМИ встретился и министр сельского хозяйства КБР Мухаммед Шахмурзов. То, что аграрный сектор в приоритете и проблемы сельского хозяйства волнуют всех, было ясно по многочисленным вопросам журналистов. Открывая пресс-конференцию, руководитель аграрного ведомства КБР отметил, что состояние агропромышленного комплекса напрямую влияет на продовольственную и финансовую стабильность жителей КБР, а также на социально-экономическое развитие всего региона. Первым вопросом министр осветил ситуацию с ценами на сельхозпродукцию на рынках республики. По его словам, несмотря на некоторые колебания, стоимости продуктов питания резких перепадов нет. Снизились цены на овощи и фрукты. На молоко, сыры и сливочное масло остались без изменений. Кабардино-Балкария сегодня обладает достаточным потенциалом, чтобы обеспечить продовольствием не только себя, но и другие регионы, подчеркнул Шахмурзов. Возьмем такой пример. Овощеводство. Я считаю приоритет номер один в Кабардино-Балкарии. Мы можем совершенно спокойно сегодня 150-200 тысяч тонн овощей вывозить уже за пределы республики. И это существенный вклад в импортозамещение, согласитесь со мной. Это первое. Второе. Производство плодовочных консервов. В этом вопросе наши конкурентные преимущества вообще не обсуждаются. Они очень высокие. Совершенно спокойно можем работать на импортозамещение в этом направлении. Вопросы журналистов касались самых разных направлений сельского хозяйства. Господдержки, агрострахование, развитие рыбной отрасли, использование потенциала горных пастбищ. Особое внимание уделили созданию в республике сети потребкооперации. По словам Шахмурзова, все усилия будут направлены на то, чтобы сельские жители могли не только выращивать свою продукцию, но и, как раньше, сдавать ее заготовительным базам. Один из приоритетов – семеноводство, большей частью в кукурузоводстве. Вот где мы должны сработать эффективно, отметил министр. Мы здесь не дорабатываем, или что-то у нас здесь не получается, или мы неправильно ориентиры расставили, или же, ну, по крайней мере, нет тех результатов, которые от нас ожидает руководство республики и руководство страны. Имея такие возможности, мы с вами продаем, скажем, где-то 15-16 тысяч тонн кукурузы на зерно, и, к сожалению, очень часто слышатся голоса недовольных, что там фальсификат, там фальсификат. То есть, ну, думаю, что здесь не природно-климатические условия виноваты, не те, кто производит кукурузу, а мы сами, видимо, специалисты, которые занимаются, обязаны этим заниматься, плохо продвигаем эту культуру, этот продукт на российский рынок, и не только российский рынок. И где-то они дорабатывают научно-исследовательский институт, аграрный университет, те научные организации и структуры, которые должны, обязаны этим заниматься. Будем управлять эту ситуацию, надеюсь, что мы в ближайшее время будем реализовывать не 16-17 тысяч тонн, а 30 тысяч тонн, скажем, кукурузы на зерно. Касаясь планов на будущий год, министр отметил, Кабардино-Балкария подала заявки на участие в 19 госпрограммах. В Кабардино-Балкарии продолжается вторая жатва. Кукуруза на зерно уже убрана почти с 18 тысяч гектаров. Это восьмая часть засеянной площади, информирует пресс-служба Минсельхоза Кабаэр. При средней урожайности 52 центнера с гектара, это чуть выше прошлогоднего показателя, воловой сбор составляет более 87 тысяч тонн. Если бы не дожди, результат был бы выше, отмечают земледельцы. Однако в отдельных хозяйствах Майского, Прохладненского, Лискенского и Чигемского районов собирают более 100 центнеров кукурузы с гектара зерне. Этому способствует применение современных агротехнологий и модернизированной уборочной техники, отмечают аграрии. Подсолнечный кубран почти с 13 тысяч гектаров. Получено около 21 тысяч тонн масла семян. Воловой сбор картофеля почти 190 тысяч тонн. На переработку уже поступило 210 тысяч тонн овощей. Республиканский Минсельхоз утвердил ставки субсидий сельхозтоваропроизводителям на поддержку отдельных подотраслей растеневодства, сообщили сегодня в ведомстве. Значительные средства направляются на возмещение частей затрат при выращивании зерновых и зернобобовых, включая суперэлиту. К примеру, за тонну семян клевера или люсерны выделят 2,5 тысячи рублей. По овощным и бахчевым культурам определено возмещение 10% от стоимости семян. На закладку одного гектара плодово-ягодных насаждений или их питомников заплатят чуть больше тысячи рублей. На гектар виноградника дадут 1,5 интенсивного сада почти 3,5 тысячи рублей. Раскорчевка садов оценивается в 384 рубля за гектар. Помимо республиканских средств, на предоставление субсидий с федерального бюджета будет направлено почти 75 миллионов рублей. Срок подачи необходимых документов до 10 ноября этого года. Подробности можно узнать в Минсельхозе Республики. 19 предприятий агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарии примут участие в 16-й российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2014». Пройдет она, сообщает Пресс-служба Минсельхоза КБР с 8 по 11 октября в Москве на территории ВДНХ. Традиционная Кабардино-Балкария представит свежие фрукты и овощи, плодовощные консервы, кондитерские хлебобулочные изделия, вина и коньяки, минеральную воду и безалкогольные напитки, молочные продукты и сыры, охлажденное и замороженное мясо птицы. Помимо этого, своими научными разработками поделятся два научно-исследовательских института Кабардино-Балкарский НИИ сельского хозяйства и Северокавказский НИИ горного и предгорного садоводства. В работе главного аграрного форума страны примет участие и Кабардино-Балкарский аграрный университет. На этот раз студенты и научные сотрудники вуза представят работы в области сельского туризма, перспективного направления для республики. На стенде Кабардино-Балкарии, занимающем 90 квадратных метров, предполагается презентация ряда инвест-проектов, успешно реализующихся в республике. Интенсивное садоводство, строительство консервного завода по производству консервированных зеленого горошка, сахарной кукурузы и фасоли в жестяной банке, а также строительство современного комплекса по выращиванию, хранению, обработке, упаковке и реализации свежих овощей и картофеля. Деловая программа «Золотой осени» включает проведение круглых столов, конференций, семинаров по актуальным вопросам развития АПК. На этом, уважаемые телезрители, наш выпуск завершен. Всего хорошего, до следующей встречи. Редактор субтитров А.Семкин